Да где же эта коробочка? Куда я её спрятала? О, а это что такое? Так, посмотрим, посмотрим. Шапка. А что шапка делает в сарае? А, ну хотя, ну ладно, оставлю себе. Скоро зима, поколодает, буду носить. Так, померяем. Дома! Странно, вроде в сарай заходила. А куда она делась? Классно! Макс меня в упор совсем не видел. Блин, супер! Надо побежать Максу рассказать об отличной новости. А коробочку я потом поищу. Макс, Макс, ты лучше сядь, а то упадёшь. Что я нашла? Что ты нашла? Шапку. Том, да в тебе вообще никакой серьёзности. Ведёшь себя как ребёнок. Шапку нашла и радуешься. Макс, подожди, я же не договорила. Ты вечно меня перебиваешь. Это шапка? Слушай, Камачи, я тут такую классную игру нашёл. Отзывы просто отпад. Но я решил её, Камачи, купить, скачать и поиграть. Да ты чё, как называется? Называется Rainbow Friends. Макс, ты с ума сошёл, что ли? Ты хоть знаешь, как переводится Rainbow Friends? Это же радужные друзья. Ты совсем английский не знаешь. Тебе что, мало проблем было с ними? Ты опять хочешь поиграть в эту игру? Да нет, это совсем другая игра. И хватит меня контролировать. Я больше, радужные друзья, никогда ни за что играть не буду. А это совсем другая игра, Rainbow Friends. Фу, Макс, какой же ты глупый. Ты хоть возьми в переводчике название и переведи. Одно и то же мне повторяешь, как заколдованный. Да ты мне просто завидуешь, что я первый нашёл эту игру. Значит, и я буду первый в неё играть. Ага, и ты ещё мне говоришь, что я себя как маленькая веду. На себя-то посмотри. Так. А ты куда это собрался? Вот наглец. Даже не попрощался. Я ещё про шапку ему не успела рассказать. А такой вид доски Лёвы могли снять. Ну ладно, я ему ещё это припомню. А у меня что, игнорить будет? Вот говорила я ему, чтобы он не играл в эту игру. Теперь, наверное, днями-ночами не рубится, ни о съёмках не думает, ни о друзьях. Одним словом, Макс завис. А у нас, между прочим, по графику сегодня съёмки, и пропускать её нельзя. Так, ну всё, короче, я иду к нему домой. Ну давай, Макс, отверь. Ну вот, ещё и домой ему не дозвонишься. Домофон, что ли, у него не работает. Весь день Максу пытаюсь дозвониться. Уже зарядка на телефоне садится. Что же делать? И день прошёл, и Максу я не дозвонилась. И видос мы с ним не сняли. Ладно, пойду в ангар, начну подготовку и на месте разберусь. Макс, ты что там делаешь? Тома, зря ты сюда прошла. Ты была права, это действительно игра, радужные друзья. Зря я тебя не послушал. Пожалуйста, беги отсюда, как можно быстрее. Или как я, окажешься в этой клетке. Макс, ты что, с ума сошёл? Я что, думаешь, тебя брошу? Сама пойду домой прятаться? Нет, ушки, я тебя тут одного не оставлю. Так, что же делать? Макс, а где твой телефон? Мне тебе миллион раз звонила. Он вон там. А как он там оказался, Макс? Да я не знаю. Я, видимо, играл в неё. В эту игру и как-то заснул. И, может, уронил его, я не знаю. Ладно, Макс, всё, прекращай там сидеть. Надо ломать клетку. Да ты думаешь, что у меня не пробовалось ломать эту клетку? Выбраться отсюда. Поэтому я тебе говорю, беги отсюда как можно быстрее, пока эти родственные друзья не пришли сюда. Макс, я тебя одного здесь не оставлю. Давай вместе попробуем. Да, Том, ну это бесполезно. Реально, беги, лучше спасайся. Оставь меня здесь. Так, ладно, Макс, без паники. Ты же мне вчера недавно говоришь. Смотри, что я нашла. Да опять ты со своей шапкой. Да ты сюда посмотри. Ух ты, ничего себе, ты исчезла. Смотри, Макс, сейчас я окажусь с тобой в клетке, и мы будем вместе думать, как тебя отсюда вытаскивать. Том, ты где? Макс, я здесь. Ух ты, ничего себе, круто. Слушай, Макс, а давай натянем эту шапку на две головы и дёрнем отсюда. Точно, давай. Давай, давай. Том, не натягивай. Давай, давай, Том, натягивай. Чёрт. А, волосы мои. Чё-то ни черта, Макс, не получается. А что бы придумать-то? Что бы придумать? Макс, я придумала. Давай я тебе дам шапку, ты станешь невидимым, окажешься на той стороне клетки и просто вот так вот шапку мне передашь, я сделала точно так же, и мы отсюда дёрнем. Не-не-не, Том, если я окажусь на оружии, с нему шапку, монстр сразу увидит меня, схватит и убьют, поэтому нам нужно вместе как-то выбираться. Ну ладно, Макс, не паникуй, чё-нибудь придумаем. Ага, игра начинается ночью, и как раз, скоро уже ночь. Так, Макс, давай вспомним, что было в этой игре. Всего там пять ночей надо пережить, правильно? Надо собирать различные предметы, избегая монстров, которые появляются ночью, правильно? Ну да. А в первую ночь какой монстр появится? По-моему, синий радужный друг. Да, точно, и мы должны будем найти кубики и аккуратно положить их в клеточки. Самое безопасное место получается в этой клетке, но если мы отсюда не выберемся, то мы не сможем собрать и кубики, и тогда игра никогда не закончится. А мы по очереди будем надевать шапку-невидимку и выполним задание. Понял, Макс, ты меня будешь слушаться. Да хорошо, хорошо, обещаю. Не зря, что я тогда тебя не послушал. Ну что, Макс, нам остается только ждать. Да. Кажется, началось, Макс. Так, ну что, Макс, приступаем к делу. Я надеваю шапку и иду искать кубики. Может, я пойду, все-таки из-за меня это все началось. Да нет, Макс, давай на этот раз я, а в следующий раз ты. Ладно, только аккуратно давай. Хорошо, пойдем. Том, я тебя не вижу, ты уже вышла. Да, да, Макс, вышла. Ага, только давай аккуратно, пожалуйста. Он где-то здесь рядом ходит. Хорошо, хорошо, Макс. Так, где же их искать? Никого вроде нет. О, кубик, дошла. Один есть, супер. Синий ходит тут. Так, он вроде ушел. О, а вот еще кубик. Том, а ты где? Ты здесь? Макс, ты шумер. Ты где? Ты нашла кубики. Макс, я только два кубика нашла. Я не знаю, что делать. Больше не вижу кубики. Том, Том, а давай сделаем так. Ты сейчас эти два кубика спрячь, а в следующем уровне я еще найду. Хорошо, Макс, так и сделаем. Вообще не вижу, где они. Надеюсь, отсюда они никуда не денутся. Макс, я вернулась. Так, Том, отлично, два кубика, это уже хорошо. Сейчас, скорее всего, мы увидим зеленого радужного друга. Он слепой, но очень хорошо ориентируется по шуму. Поэтому нужно быть максимально тихим. Хорошо, Макс, я тебя поняла. На этом уровне нам надо будет искать не кубики, а что-то съедобное. Какие-то продукты. Съедобное? Ничего себе. А я типа тоже съедобная, что ли? Макс, а если мы что-то съедобное найдем, нам можно будет это съесть? А ты что-то проголодалась чуть-чуть. Том, если мы это съедим, то они нас потом съедят. Это же логично. О, кажется, начинается. Так, Том, давай мне шапку. Моя очередь выходить на охоту. Держи, Макс, удачи. Обалдеть, Макс, тебя вообще не видно. Что, реально? А ты где? Я здесь. Крутяк. Ого, какой у кого у меня тут зеленый. Макс, Макс, ты где? Аккуратней, путь, тут зеленые рядом ходят. Макс, слышишь? Да, да, я его вижу. О, кинзинка, как и нас пригодится. О, яблочко. Так, первый продукт есть. Еще один. Конфетки. Ничего себе. Что-то мне Жаку будет это все монстром отдавать. Ладно. О, я вернусь. Смотри, сколько всего я насобирал. Ничего себе, Макс. Так много еды. Как бы все это съесть? Так жалко, это все монстром отдавать. Особенно конфетки. Конфетки и яблочки. Так, Тома, сейчас начнется следующий этап. И должен появиться оранжевый. И вместе с ним может даже появиться фиолетовый. Нифига себе. Оранжевого нужно кормить. Так, значит, нам надо найти оранжевую полосу. Макс, давай, ты там ищи, на той стороне, а я тут. Макс, а что, получается, для нас самый безопасный это фиолетовый? Потому что он обитает в вентиляционных шахтах. Так, получается, мы его, может, не увидим даже. Да, но нам нужно избегать прикосновения к воде. Это главное условие. Иначе он затянет нас к себе в шахту и убьет нам. Хорошо, я тебя поняла, Макс. Макс, Макс, смотри, оранжевая полоса появилась. Все, значит, оранжевый уже приближается. Я пошел. В смысле? Куда ты пошел, Макс? Сейчас же моя очередь. Ничего страшного, Том, я еще раз хожу. Главное, вовремя его кормить, а то он нас сожрет. Кажется, оранжевый опять приближается, Макс. Пора его снова кормить. Только ты давай аккуратно, пожалуйста. Да, я аккуратно, аккуратно. Все, Тома, это были последние продукты. Картинка пустая. Кажется, мы прошли оранжевого. Да, точно, смотри, оранжевая полоса пропала. Ну что, Макс, сейчас будет четвертый этап, а по игре это четвертая ночь. И произойдет отключение электроэнергии. И нам надо будет включить весь свет. Если что, Макс, я не пойду. Я очень боюсь темноты. И тем более не знаю, где включить весь этот свет. Ладно, не переживай. Я сам пойду и все включу. О, Макс, спасибо большое. Ой, началось. Все страшно мне, Макс. Еще выключим. Макс, ты где? Да я тут. Ну все, капец. Полная темень. Ага. Страшно, Макс. Так, ну все, я постараюсь быстро мать маяться. Да, Макс, ты уж постарайся, а то мне тут одно очень страшно. Блин, ничего не видно. Так, где-то здесь должен быть первый выключатель. Так, нашел. Где-то здесь выключатель. Нащупал. Один есть. Да, Макс, классно. Давай, ты молодец. Еще ищи. Так, ну теперь уже полегче. Хоть что-то видно. Второй тоже есть. Нифига себе, Макс. Ты такой шустрый, капец. Ух ты, Макс, получилась. Все, давай скорее возвращайся обратно, Макс. О, кубик. А вот еще один. Отлично. Макс, Макс, а ты где? Я уже подхожу. Давай скорее. Тома, я здесь. О, отлично. Тома, я еще два кубика нашел. Ух ты, ну вот, получается комплект. Надо будет аккуратно в клеточке их расставить. Макс. Чего? Ну что ты, готов к пятой ночи. Сейчас здесь соберутся все радужные друзья. И будет прощальная вечеринка. Да, но в наших планах нет вечеринок. Особенно с радужными друзьями. Макс, смотри, что я заметила. Тут некоторые доски совсем на соплях держатся. Если их хорошенько стукнуть на бой, то точно одна из них отвалится. И мы вместе с тобой отсюда сбежим. Да, точно. Классная идея. Так, ну-ка давай попробуем. Подожди, подожди, Макс. Стой, не спеши. Че такое? Давай мне шапку отнесу в кубики, по клеточкам разложу. Да брось ты их. Был моим доски, сбежим отсюда. Делать тебе нечего, задай их выполнять. Нет, Макс. Все-таки отнесу я эти кубики. Зря, что ли, мы их нашли. Да и в любом случае, хуже не будет. Это же одно из условий игры. Ну хорошо, только возвращайся побыстрее. Я один эти доски сломать не смогу, мне твоя помощь нужна будет. Хорошо, хорошо, Макс. Так, за одну коробку поближе к этой щекке. Точно же пригодится. Макс, я уже здесь. Все, Макс, я здесь. Кубики отнесла и коробку принесла. Вдруг пригодится. Отлично. Теперь осталось сломать доски и болеть отсюда. Черт, слишком крепко держится. Том, давай вместе, помогай. Давай, давай. Давай. Черт, не получилось. Давай я тебя сзади затолкать буду. Нет, может, там был какой-нибудь. Ну давай, давай. Вот это, по-моему, она самая хлипкая. Все, Макс, давай вместе, насчет ли. Нет, Том, отойди, я один попробую. Ну ладно, только аккуратно, Макс. Получилось. Давай, пять. Так, теперь надо по-тихому отсюда дергать. Давай, Макс. Смотри, я не иду в ту сторону. Черт. Быстро под коробку. Давай. Бегу, бегу. Макс, как думаешь, они нас видят? Не знаю, надеюсь, нет. Аккуратно в столб не врежься. Макс, ты что-нибудь видишь? Нет. А ты сможешь выход найти? Постараюсь. Давай, Макс, прям прям руком ты из ангара, прям так. Нашел? Нашел. Ура, побежали скорее. Назар, откуда у тебя такие миленькие розовые машинки? Подари мне их, подари, подари, подари. Знаешь, какая моя самая-самая любимая машинка? Вот эта. Смотри, какая она красивая и голубая. И вот эта классная зеленая. Какая большая зеленая машина. Тихо. Назар, ты это слышишь? Мне кажется, что-то нехорошее сейчас будет. Иди сюда. Черт, Назар, я была права. Посмотри сам, посмотри, кто там. Бежим быстро за диван. Прячемся. Что же нам делать теперь? Что делать? Что делать? Надо маму позвать. Сегодня будет не так страшно. Давай маму позвать. Мама! Мам, быстрее сюда спускайся. Мама, это срочно. Мама, ну ты где? Скорее спускайся. Ой, телефон забыла. Мама, там такое творится на улице. Хай, играете, да? Хорошо. В смысле играю? Мам, я не шучу. Мама, куда ты пошла? Иди скорее сюда. Так, а теперь куртку забыла. Мам, ну куда ты опять пошла? Да поиграйте, сейчас я спущусь. Мама думает, что мы играем. А мне, если честно, вообще не до игр. Мама! Иду, иду. Сейчас гулять пойдем. Очень долго мы собираемся. Уже давно должны были быть на детской площадке. Мама, ну иди сюда скорее. Что вы там сидите? Это какая-то у вас новая игра? Да мама, быстренько иди к нам. Нам надо спрятаться. Спрятаться? От кого? От них, мам. От кого? Ничего не понимаю. Давайте уже собираться. Пойдемте гулять. Мама, мы никуда не пойдем. И ты, мама, никуда не пойдешь. Почему? Вы что, передумали идти на площадку? Иди, мама, посмотри в окно. Лучше не надо. Вдруг они тебя заметят. Что за игры вы вечно выдумываете? Почему нельзя в окно смотреть? Мама, не надо. Это что еще за цирк там приехал? Ну, так бежим. Мама, я тебе говорю, не смотреть в окно. Они тебя хоть не заметили. Нет, они не заметили, но они такие жуткие, страшные, огромные. Что будем делать? Я не знаю. Их слишком много. Так, ладно, не паникуйте. Сейчас позову на помощь. Так, что-то я не поняла. Связи нет, интернета нет. Ну, вот и все. Мы оказались в ловушке. Нет, 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 ни в какой ловушке мы не оказались. Все будет хорошо. Так, что бы нам придумать? Так, сидите тут, я пойду гляну аккуратненько. Хорошо, мам. Тома, а я здесь вижу только одного радужного друга. Как его там? Мам, синего что ли? Ну да, больше никого не вижу. Мам, так это же настоящая ловушка. Они все спрятались, чтобы наброситься на нас. А может, они уже возле входной двери стоят или на крышу залезли? Том, Том, а ты помнишь, чтобы радужный друг исчез, надо собрать цветные кубики? Ну да, в игре было так. Чтобы пройти синего, надо было собрать кубики. Слушай, Том, может, я все-таки пойду выйду и поищу эти кубики? Мам, может, не надо? А, по-моему, это очень опасно. Может, они сами как-нибудь уйдут? Может, само это как-то закончится? Ну да, конечно, они передумают на нас нападать и испаряться. Мам, ну мало ли. Что-то я в это не верю. Так, все, ладно, пойду я выйду, а вы сидите тут тихо. Мам, ну может, не надо? Ну ладно, ты хотя бы поосторожней будь. Назар, давай быстренько спрячемся, побежали прятаться скорее. А вот и кубики. Только не смотри на меня. Как же мне страшно. Никакой ты недрадужный друг. Тома, кажется, получилось. Да, мам, получилось, он исчез. Я же говорила, что это сработает. Да, мам, ты очень крутая. Интересно, куда все остальные монстры делись? Даже не знаю. Тихо. Ты слышишь мюханье? Слышу, так громко. Это тот противник, кот Том. Он такой огромный. Да, это точно кот Том. Так, слушайте, не расслабляемся и думаем, что любят коты. Рыбу? Точно, у меня есть в морозилке. Сейчас возьму ее и кину прямо ему в морду. Назар, какая же у нас мама смелая. Тома, смотри, какую я огромную нашла рыбу. Ну, слушай, и кот не маленький, поэтому прям как раз. Все, я пошла, пожелай мне удачи. Удачи, мам, аккуратно давай. Скорее, давай посмотрим сейчас, что будет назад. Смотри, какая у нас мама смелая. Эй, ты, котяра. Вот, угощайся. Смотри, не подавись. Ой, черт. Назар, смотри, как он мерзко кушает. Все. Ну что, там ест он эту рыбу? Ест еще как ест, мама. Ты бы видел, как он набросился на эту рыбу. Все, мам, он кажется свалил. Ничего себе. О, наконец-то. А может, больше никто не появится. Ну, мам, надеюсь на это. Мама, у меня очень плохие новости. По двору ходят хаги-ваги. Только не это. Слушай, а с ним-то что делать? Я вообще ничего не знаю. Чего боится или что любит хаги-ваги? Мам, надо вспомнить. У нас-то нет даже доступа к интернету. Мы не можем посмотреть, что он любит и чего боится. У меня же есть Эси Мисси. Он безумно в нее влюблен. Она же его подружка. Сейчас я ее принесу. Когда же это все прекратится? Как же это все надоело? Пока не понимаю, что Тома придумала. Но, надеюсь, это сработает. Мама, на этот раз я пойду на улицу и постараюсь сама разобраться с этим хаги-ваги. Ты уверена, он очень страшный? Уверена, мам. Потому что этих чудиков в нашем дворе было очень много. А еще, кстати, может появиться Мишка Фредди и Сирена Головый. Так все, пожелайте мне удачи. Я пошла разбираться с хаги-ваги. Очень аккуратно там. Эй, ты, хаги-ваги. Я здесь, смотри. Вот черт. Смотри, смотри, что у меня есть. На, лови. Тома, это было опасно. Надо было сразу кинуть эту кисси-мисси ему, а ты начала его злить. Но я, мам, хотела его позлить, потому что нечего припираться к нам домой. Как только ты швырнула эту кисси-мисси в него, он сразу исчез. Так, ладно, пойду потихонечку посмотрю в окно, кто у нас там следующий. Тома, что там? Мам, там очень жуткая картина. Мишка Фредди прям вплотную стоял к окну и смотрел мне прямо в глаза. Ничего не поделаешь, выхода у нас нет. Придется его идти и тоже прогонять. Только вот так это сделать, я не знаю. Мам, насколько я помню, Фредди боится яркий свет. Но тогда придется найти самый яркий фонарик и попробовать, вдруг он исчезнет. Надо подобраться к нему и резко направить на него свет, чтобы он испугался. Так, ладно, все, я пошла. Мам, удачи! Назар, ничего себе быстро прячемся. Прячемся, прячемся назад. Скорее, скорее, скорее. Эй, ты, косолапый, получай. О, исчез. Да-да-да, мама, у нас все получилось. Давай пять. Кажется, мы избавились от этих чудиков. Это так круто. Давай, проверяй. Появилась сеть и интернет. Так. Странно, что-то интернета нет. Нет, не связи мобильной. Чего? Почему? Черт, мам, как мы могли забыть про сиреноголового? Какой же мерзкий звук. Хорошо, что у нас есть опыт борьбы с сиреноголовым. Нам надо собрать нейтрализатор и установить его на улице. Мам, я помню, как его собирать. Сейчас приду. Вот, мам, помоги мне, пожалуйста. Давай быстрее. Будет знать, как на чужую территорию припираться. Все, готово. Мам, на этот раз опять я пойду. Не, 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 Том, ты что? Я буду очень сильно за тебя переживать. Ты лучше следи за улицей, а я пойду установлю. Мам, ну ты уже набегалась. Давай я. Нет, ну ты решено, Том. Все, так безопасней. Только осторожно. Только осторожно, мама. Ну, пожалуйста, аккуратно, мама. Все готово. Осталось нажать на кнопочку. Да, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, да, мы это сделали. Ура, теперь мы в безопасности, ура. И все благодаря нашей маме. Самой смелой и отважной. Да, Назар? Что-то, мам, мне кажется, что нам сегодня не стоит идти гулять. Мы и так набегались и напрыгались. Я с тобой согласна и предлагаю попить чай. О, точно, давай. Давай.